всем привет с вами криминалист святой инквизиции приехавший сам из ватикана плейбой атомный и у нас четвертое дело больше веселья чем в баррел это у нас бочонки с трупами кит бочонки с трупами будут погнали здесь 95 еще что-то я не доделываю ну ладно этого хватает чтобы расследовать все дела салютики праздник с праздником всех всех праздник что-то получилось у нас странный звонок я хочу чтобы вы его проверили в общем а нужно с вороном вориком поговорить о привет ворик да я слышал ты настоящая бомба новичок вот собственно дело какой-то странный чувачок позвонил и оставила странное сообщение на 911 и дуну из поиски на вегас он какие-то угрозы там писал и в общем я хочу провести исследование по этим вопросам и найти кого-то какого-то странное дело я не думаю что криминалисты листы стали бы заниматься таким у них и так дохер отдел просто дохер отдел ну давай компьютер аудиоанализ. Лас-Вегас Криминалистическое бюро. У меня есть больше работы для вас. Я извиняюсь, кто это? Ты никогда не мог бы держать хороших людей. Кто будет помогать тебе сейчас? Я могу... я могу вас направить к... Они могут приходить меня сами. Скажи, что я пока не закончился. Не звучит дружелюбно, да? Клик, чтобы выяснить части, вовремя. А по-моему, очень дружелюбно. Чувачок просто немножко выпил. В общем, он позвонил криминалистам. И... сейчас еще раз. Лас-Вегас Криминалистическое бюро. Лаборатория Лас-Вегаса. У меня есть немножко работы для вас. Извините. Кто это? Вы никогда не можете сберегать хороших людей. Что теперь вам поможет? Я могу вас переключить к кому-то? Скажите кому-то, что... Я еще не закончил. Подожди, кому там? Лас-Вегас Криминалистическое бюро. Угу. Угу. Лас-Вегас Криминалистическое бюро. Угу. 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 Какой-то слоник на заднем фоне, да. Слоник, и там еще были эти самые, как их, игровые автоматы. Нет, вот так. Это в каком-то казино. Толпа людей, звонки и свистки. Это казино. Не надо быть настолько умным, как Грисом. Нужно искать казино со слониками. Ха-ха-ха-ха, казино. Со слониками, голубыми, мать ваша, слониками. Ребята, если у вас есть в городе казино с голубыми слониками, обязательно напишите, скажите, я их видел, став. Вот за этого казино. Но тогда я буду знать, где место преступления совершилось. Похоже, слоники есть в казино Монако. Анимал Магикал Ревью. Профессиональные животные. Ну да, мало можно найти казино, у которых есть еще и слоники голубые, к тому же. Поэтому, я думаю, кто-то один только напишет про голубых слоников. Я сомневаюсь, что кто-то еще найдет. Поехали, да? У нас место открылось. Казино. Вы здесь тренер? Вы выглядите официально. Да, кто-то это должен делать, это делать. Вы выглядите официально. Мы криминалисты из лаборатории. Нам позвонил чувачок с этого места. Какие-то странные сообщения отправил. И, собственно, отсюда это все было. Нет, я вообще не помню этих дел. Я помню только первое, вот с удушением, и все. Все остальное я не помню. Грязь, вокруг этого бочек, кажется, разрушена. Грязь. Грязь. У этих бочечек. Ну, в общем, тут есть следы, что передвигали эти бочки. Нужно, но только с ордером мы можем их обыскать. Не знаю, а можно так попросить. Может, они просто так возьмут и дадут, и скажут. Да, пожалуйста, смотрите. Телефон. О-о-о. О-о-о. Хорошо. Попробуйте использовать подобные инструменты. Нет, такой не надо. Давайте тогда. Отпечатки. Ну, вообще-то здесь может быть дофига отпечатков. Смотрите, просто сколько, да? Разных отпечатков. И все надо анализировать, да? Из-за того, что какой-то псих позвонил и что-то там сказал. Все? О-о-о. Это неудобно. Если наш звонок использовал это, мы могли бы его подчеркнуть. Но если Грис был здесь, он бы сказал, В общем, будь внимателен здесь. Сказал бы Грисом, поэтому мы будем внимательными. Варик классный чувак. Он мне тоже нравился, пока его... Ну, если вы смотрели CSI, то... С ним не очень-то хорошо все произошло. Вот. Жалко чувака. Это я помню. Но этого дела я не помню. Серьезно. Орока. Ну, на самом деле, это таксофон. Его много часто кто пользуется. Поэтому там... Там должно быть больше отпечатков пальцев. Их там просто сотни должны быть. Завались. Этими отпечатками пальцев. Но я думаю, здесь упростят. Типа... О, вот и слоник. Дамбо не сказал много. Он примерно так полезен, как его тренер был. Он не такой... Он беспомощный, такой же, как и его тренер. Медный дамбо. Да. Слоник. А что можно со слоника взять? Давайте возьмем ДНК, наверное. А ну, может ты курил слоник? Нет. Слоник не курил. Побрызгаем на него. В просвете. В глаза, смотри. Или соберем слоника. Не, ничего нельзя сделать со слоником. Ну, если честно, я больше не вижу ничего, что бы могло нам помочь сейчас. По-моему, мы собрали все бочки. Посмотрели. Здесь посмотрели. Больше ничего. Здесь слепки можно, например, сделать? Нет. Нет, нельзя. Ладно, поехали в лабораторию. А что только один отпечаток, если на самом деле там же дофига отпечатков? Смотри. Сколько их. Бери, сколько. Сколько хочется, столько их бери. Не понял я почему. На самом деле, я думаю, это дело бы даже не рассматривали бы. Во-первых, какой-то непонятный чувак звонил. Что-то он там сморазнул. Молил ли кто выпьет? Там такие могут быть рассказы. А сколько вот этих про заминирование звонят? Заминировали, блин, каждую неделю что-то там заминировали. Задницу в кому-то бы заминировали, было бы больше пользы. Привет, Крэг. Да. Ты вернулся на свое рабочее место. Удивительно. Давай ищем. Что тут есть? Поэтому куча следов на автомате. Ничего. Это либо чувака нету в базе данных, либо это чьи-то другие отпечатки. А что у нас еще есть? У нас, по-моему, нет больше никаких улик, да? То есть, снова туда ехать. Серьезно, самое дебильное дело, блин. Пришел какой-то чувак. Позвонил. Мы можем использовать это здесь. Мы можем использовать это здесь. Мы можем использовать это здесь. Попробуйте использовать подобное устройство. Мы можем использовать это. Мы можем использовать это здесь. Попробуйте использовать подобное устройство. Попробуйте использовать подобное устройство. Ага, что-то ему не нравится. Нет-то особенного здесь. Нет-то особенного здесь. Ну, я всем использовал здесь все инструменты, которые были. Ну что, трубку заберем? Нет. А вообще-то с трубки можно было бы слюну выделить, вполне реально. Ну, это очень дорогое оборудование, но этого не надо здесь. Да понятно, здесь это нельзя использовать. Это тоже нельзя использовать. Мы можем использовать это здесь. Мы можем использовать это здесь. Ну, все, здесь ничего нельзя сделать с этими бочками. Со слоником что ли сделать? А что со слоником можно сделать? Давай возьмем мазок. Нет, со слоником мазок нельзя взять. Ручкой его не погладить, пинцетиком ничего не сделать. А, стоп, поговорим точно с чуваком. Вы можете нам дать разрешение открытия бочечки? Я просто отвечаю за... Я просто отвечаю за животных, только менеджер может разрешить открыть эти бочки. Ты сказал бы, можно ему бы открыли бы. И все бы все поняли бы никаких вопросов. Can you tell us about that barrel? Что вы можете рассказать о тех бочечках? Ну, эти бочечки принадлежат в казино. А эти бочки, ну, они стоят долго возле этой стенки. Вот и все. Кто-нибудь вел себя подозрительно? В Новой Вегасе, все здесь подозрительны. Но я бы не сказал, что я видел что-то необычное вообще в общем. Так, бочечки. Ну, так как здесь бочечки трупиков, то я догадываюсь, о чем это будет речь. Поехали к брасу. Да, нам нужны, пожалуйста, разрешения на открытие этих бочек. У вас старанные бочки в казино, извините. Вам нужно что-то больше, чтобы получить разрешение на обыск. Не знаю, квашеные трупы, как тебе такой образ? У нас подозрение на квашеные трупы. Давай обработаем их, собственно, может здесь есть отпечатки. Нет, здесь отпечатков нет, и здесь нет отпечатков. А так нету никаких отпечатков. Нет, ничего необычного. Какие-то бумажечки. Давай просветим. Давайте используйте подобные инструменты. Давай красным тогда. Ух ты, ё-моё! Кто-то внутри бочки. Это, наверное, этот самый философ, как он называется. Открываем, срочно! У нас квашеный трупачок. Черт, это плохо. Похоже, у нас есть выпускник-убийца. Да, у нас есть квашеный труп. Несите закуску, ребята. Или выпивку, поги. Так, у него сразу что-то во рту есть. Обратно какая-то монетка. Какая-то монетка. Какая-то монетка не снялась в какой-то типе. Она концентрирована вокруг ее носа. Она больна? Что-то у нее покраснение возле носа. Она больна. Вот это уже может быть на хорона походить. Смотрите. Здесь нет ничего особенного. Эти самые монетки во рту. Игровые. Навряд ли это унижение. Это именно, может быть, уже что-то религиозное. Тем более, чувак вот так звонил. Эти следы... Возможно, она загрязнена с чем-то в бочке. Возможно, она загрязнена с чем-то в бочке. Но, возможно, эти следы появились где-то еще, где ее там замочили, забили до смерти, и она упала на травичку, собственно. Возможно, да. Заберем. Пинцет. Ну, электрический давай. Мы можем использовать это здесь. Ага. Похоже на землю. Сейчас будут узнавать, где эта земля. Я сомневаюсь, что есть такие базы данных и подробности разных видов земли. Только если какая-то специфическая земля, только тогда может дать подсказку на место преступления. То есть, если, скажем, это не просто земля, а вот песок карьерный какой-то, тогда можно... И если есть где-то рядом карьеры, то можно поехать и посмотреть, может, это кто-то рабочий из карьеров был. Да, но просто так вот земля какая-то. Это должна быть какая-то уникальная земля, чтобы определить. Давай здесь заберем. Ага. Что-то коричневое. Внецо может быть. Что еще? У нас все. Здесь я все взял, по-моему. Но у нас есть труп. Мы просветили все это. Что вы скажете про квашеных трупов в казино? Я вам могу чем-то помочь, но не скажу. Я индус. Понятно. Ну, индус и слоны, это понятно. А слоник что нам скажет? Слоник, что ты скажешь нам? Говори. Я знаю, ты все видел. Блин. Он все видел и молчит. Вот кого нужно брать в разведку с собой. Вот кому доверять можно. Он не выдаст, да? Он настоящий профессионал. Ну что ж, мы не можем пытать слоника. Поэтому пойдем дальше. Поехали к Брасу. Давай, быстро работай над этим делом. Усердно, сильно. И чтобы оно быстро решилось. Понял, чего. Спасибо, Брас. Ты меня хорошо подбавляешь. Кто же Эртон? Неважно, кто она, сколько кто ее отец. Карло Бенедетти. Она была София Бенедетти. Она была София Бенедетти. Ее отец важный игрок в Лас-Вегасе. В общем, у него региональные авиалинии, несколько казино и еще разный бизнес в Лас-Вегасе. И это только в Лас-Вегасе. Поэтому это крутой чувак. И дело набирает обороты. Никакого давления. Быстро решили. Когда исчезла. Вчера ночью. Я знаю, кто-то интервью на твоих друзей. Мы увидим, что мы можем перевернуть. Мы не знаем, если мы получаем ничего, но немного воздуха. В общем, а вчера ночью у них был какой-то этот ужин званый. Там, где бабло собирают. И она не пришла на этот ужин. Не помогла папочке собирать бабло. А как вы понимаете, это казино. Поэтому на таком ужине собирают много бабла. И папочка не мог перенести все деньги сам. Прикольно. Ведь реально есть такое, что у людей прямо чемоданы денег. На них можно сидеть. На них можно все что угодно делать. Были такие дела. Не помню. Какой-то капитан милиции московской. Или полковник. У которого нашли дофига денег. И он там несколько миллионов поехал в США. Потратил как-то так. И типа никто ничего не знает. Никто ничего не видел. Можем ли взять ордер для обыска дома Софии? В общем, никаких шансов. Потому что семья крутецкая. И они на нас давят, чтобы все это дело не всплывало в прессе. И было ниже радаров. Вот поэтому пошел в шопу. Вот так вот праз ко мне относятся. Ладно, поехали к патологам. Привет. Хотел с вами двумя поговорить, потому что она неразговарчивая и ничего не скажет. Отлично. Отлично. Все. Кэнни, дитиминки. В чем причина смерти? Афилактический шок. Никакого укуса насекомых. Но очень раздраженная. Но очень раздраженная. Но очень раздраженные, слизистые, дыхательные. Его предположение, что какая-то аллергическая реакция пошла. Непонятно на что. Она была к чему-то склонна, к какой-то аллергии. Эй, февер. Взял анализы из носа. Вот вам будет интересно посмотреть. Время смерти. Недавно. Но по температуре не определить, потому что бочечка могла поменять температуру смерти. Повлиять на температуру тела. И поэтому недавно. В общем, ее заквасили не так давно. Буквально день назад. Так ее получается еще на рано. Ее надо снова в бочку заквасить, закрыть и пусть настоится. А то что же день-день. Ничего не получилось. Ладно, мы собрали, погнали в лабораторию. Эй, Грег. Эй, Грег. Нам нужна твоя помощь. Быстро. Я заш чувак. Мой чувак. О да, чувак. Мы тут чуваки все. Это... Мы все понимаем, да? Три чувака. Давай, Грег, ты гений. Посмотри эти анализы. Что мы имеем здесь? Полин. Здесь интересно. Но не от одного. Какой-то салат Цезаря, там мясо какое-то необычное, еще там что-то прямо от этого, от кактуса есть. Он распечатал какую-то хрень нам. Ага, типа в этом анализе экзотический набор флоры он собрал. То есть там куча разных вещей, которые все могут вызвать аллергическую реакцию. Я так понял, это чувак, наверное, который разбирался с ней, убил ее. Он специально собрал какую-то настойку с кучей разных экзотических аллергенов и какой-то-то ее и забил бы. Как-то так. Теперь нам нужно к брасу, чтобы он что-то еще сделал. Давай проверим, что это у нас за травка. Сап. О, нет, оффенции, ребята. Никаких. Оук, красный дуб. В общем, это какой-то красный дуб. Мы ищем местность с красными дубами. В общем, какая-то необычная земля для рассады. Такой нету в вольерах для слониках. Особенно для голубых слониках. Голубые слоники весело танцуют. Да? Да, брас. Вот, вот. Что ты нам скажешь насчет вот этого списка флоры, а? Блэкфут-дэйзи, Мадагаскар-периуэнкл. Хм, нет много индивидуальных Невадо на этой ряде. София умерла вчера, так что не возможно, что она могла бы путешествовать к всем местным источникам этих способностей. Ты looking for a garden? Попробуй на дезертовые демонстрации. В общем, у какие-то редкие растения, которые не встречаются в Неваде, и поскольку она пропала недавно, вот эта девушка, то не может быть, чтобы она куда-то летала в экзотические места и нанюхнула всего вот этого разнообразия. Попробуйте ботанические сады Лас-Вегаса. Ну, поехали. Я тоже этого дела не помню. Окей. Попробуй на системе преступления рассказывает нам, что она может быть здесь недавно, до того, чтобы она умерла. Границкл. Попробуй, что увидел женщину, похожую на Софию. Давайте ее воспринимать как преступление, и проверить. Он говорит, что чувак-садовник видел недавно женщину, похожую на Софию, вот, и судя по тому, что она вдохнула наборы вот этого всего великолепия, она была в этом месте. Поэтому будем относиться к этому месту как к месту преступления. Голуби, вы все преступники! Всех на допрос! Пакуйте их, пакуйте, ребята, пока они не улетели. Так, у нас есть урна. Соберем, что у нас. В общем, если покопаться в урнах на место преступления, то можно найти какие-то улики, доказательства, что-то интересное. Можно и просто мусор потратить. Поэтому давай, давай посмотрим, что у нас тут есть. Здесь нет никаких отпечатков, давай. Мы можем использовать это здесь. Мы можем использовать это здесь. Мы можем использовать это здесь. Нет. О, маленький волосок. Но мы можем просто посмотреть на чей-то мусор. Нет, это не чей-то мусор. Это... Это чей-то волосок. Мы слишком близко, чтобы подобрать это, да? Давай теперь заберем. Отлично. Кока-кола баночка. Ну, на самом деле, можно взять, например, сэмпл с вот этой... Баночки вот, ДНК посмотреть. Взяли только одно то, что относится, да? К делу. Давай, за... Эмплой сонли. Только... Эти самые... Работники. А как же нам правило сказали, что снять вначале отпечатки пальцев с руки? С... Ручки, а потом из-за нее браться? Дам. Это закрыто. Закрыто, да? Дам. Это закрыто. Так ломиком взломай, как в прошлый раз. Лорик, ну что, тебя учить? Ты ж профессионал. Знаете, вот это приколы такие женские. Ты ж профессионал. Ты же еще что-то там юрист. Догадайся. Реши. Ты ж профессионал. Ты ж мужчина, блин. И прочие вот эти хери. Так. А можно доказательства какие-то собрать здесь еще? Ну, я не вижу больше здесь, чтобы еще посмотреть. Такого. Интересного. Да? Да или нет? Да или нет? Вот в чем ответ. Голуби, вы тоже все преступники, подозреваемые. Вы арестованы именем закона. Вы имеете право молчать. Все, что вы скажете, будет использовано против вас. Все, что вы курлычите, тоже будет использовано против вас. А вот этот летает. Сбить его. Сбить. Ладно. Погнали. Да? Да? Давай волосок проверим, что это за волос. Фоликулы, фоликулы была довольно конкретной. Ага. Ага. Фоликулы, фоликулы сохранились, можно взять ДНК. Но я еще с помощью термоциклера усилил это, ну, как-то добычу этого ДНК. Соответственно, я ее взял. А теперь сходите в морг и возьмите, пожалуйста, волоски у жертвы, чтобы сравнить. Погнали. Да, чувак, дай мне, пожалуйста, ДНК, свеженький. Время – это все. Я просто приготовил... Вот, возьмите. Спасибо. Мог бы сразу выдать. Без разговоров, как бы. Привет. Я достал ДНК жертвы, давай. Эта ДНК не совпадает с волоском. Понятно. А что можно сказать по этой тряпочке? Использованная тряпочка, это свежая. Желтые... В общем, порошок, белый порошок нашел он на этой тряпочке. Медицинские наркотики. Максимин. Максимин. Экспериментальные лекарства для лечения рака. Вот так вот, лейкемия, там что-то такое. В общем, на этом платочке нашли сопли. Сопли цветные, красивые, радужные такие. Вот, прекрасные сопли. Грегу понравились. И типа там аллергическая реакция была. А можно подднк сравнить? Типа, это очень вкусно. Ага. Назал дисчардж, очистый и белый. Значит, не холодная. Альтернатор, наверное. Понятно, понятно. Но я нашел что-то еще. Повторые черные. Драги? Мы не говорим о коке. Не рекреационные. Медикационные. Понятно. Ну что, тут посмотрели все вроде, да? Поехали к Брасу. Я не могу тебе помочь, пока вы найдете какие-то солидные доказательства. Ладно, слоник. Слоник, расскажи нам все. Я знаю, он свидетель, Брас. Приведи слоника на допрос. Приведи слоник. Приведи слоник. Приведи слоник. Ну, это ни при чем, понятно. Сделано. Бочки уже нельзя взять, ничего взаимодействовать. Ладно, поехали снова сюда, к кактусам. Что-то с кактусами нужно делать. Это закрыто, понятно, дверцы. Тут ничего не сделаешь. Да, понятно, закрыто. А у нас есть какие-то инструменты, чтобы открыть? Нет. Для взлома ключей тоже наборов нет. Ну что, здесь еще, наверное, надо подобрать. Давай все попробуем. Что есть? Почему? Мы можем использовать это здесь. Нюхач. Нет отпечатков, понятно. Ну, а отпечатков вообще никаких нет. Мы можем использовать это здесь. Мы можем использовать это здесь. А можно в лабораторию, может, зайти, и там что-то поисследовать. У нас же есть... Привет, Грег. Кроме Грега, у нас есть компьютер. Давай сравним. ДНК. Нельзя. Следы мы проверяли, отпечатки пальцев? Нет. Это тоже нельзя проверить на компьютере. Это нельзя. Ладно, назад. Микроскоп. А что еще можно с этим штуком? А, попробуем, собственно, к Робертсу. Да, я хочу... У нее есть те признаки рака? Канцер? Конечно, нет. Это здоровая женщина, несмотря на аллергии. Какие-либо следы Максимина? Максимин – это торговый имя, что у нас есть гестамин дихлорин. Его тяжело найти. Прогулка в этом саду могла убить ее. И, собственно, нельзя обнаружить это лекарство, потому что те вещества, которые в нем используются, в меньшей концентрации обычно встречаются у нас в организме. Насколько обычен Максимин? Экспериментальное лекарство. Только фармацевты и пациенты клиник могут иметь доступ к такому. Ну что, Брасик. Да, мне больше не надо. Брас. Дай мне, пожалуйста, сведения о локальных клиниках, которые используют и тестируют Максимин. Ничего не появляется. Это наркотик на втором уровне. Только несколько маленьких групп тестовых в группе. Вокруг страны. Во всей стране. Я, наверное, послушаю свой перевод и ужаснусь, как я его ужасно перевожу. Какие-либо аптеки, которые продают Максимин? Только один. В Соммерленде. Ага. Нашли аптечку, которая торгует Максимином. Но на этом все. Дальше мы узнаем, кто наш, наверное, убийца. Видеоблог. Видеодневник я закрываю. На этом. И до следующей серии.